Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа «Вести Карачаева-Черкесия» в студии Карчабиджиев. Из Карачаева-Черкесии направлен очередной гуманитарный груз для военнослужащих и жителей города Макеевка, Донецкой Народной Республики. На что влияют лишний вес и малоподвижный образ жизни, и как снизить избыточную массу тела, эксперты расскажут о борьбе с вредными привычками. Северный Кавказ детских рисунков. В Черкесске прошла региональная выставка друзей, творческие работы учащихся в художественных школах. 11 машин с гуманитарной помощью отправились из Карачаева-Черкесии в Донецкую Республику, город Макеевку. 70 тонн воды, полторы тысячи продуктовых наборов, столько же гигиенических, 500 штук канцелярских принадлежностей, всего порядка 100 тонн. Список необходимых вещей составлялся с учетом потребностей, а также по просьбе администрации Макеевки. Гуманитарная помощь была собрана по поручению главы Карачаевой-Черкесии Рашида Тимрезова. Ее получат мобилизованные и сами жители. Наша поддержка и бойцам нашим, военнослужащим призванным, и жителям новых наших регионов очень нужна. Поэтому работа будет продолжаться и дальше, и в таких же объемах. Что будет с долгами жителей Карачаева-Черкесии, которые были призваны в вооруженные силы России по частичной мобилизации и уже покинули республику для участия в специальной военной операции? В региональном управлении Федеральной службы в судебных приставах журналистам рассказали о том, в каком случае приостанавливается исполнительное производство в отношении военнослужащих. Так, чтобы получить отсрочку по всем категориям исполнительных производств, сам человек или его близкие родственники имеют право обратиться в заявление в любое структурное подразделение службы. Решение будет принято в течение суток. Исполнительное производство может быть приостановлено полностью или частично, если должник является участником боевых действий, либо призван по призыву в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Заявление о приостановлении исполнительного производства может быть подано в пунктах военного комиссариата. Более того, близкие родственники должника могут подать данное заявление в любом структурном подразделении. То есть, если должника уже нет на территории Карачаева-Черкесии, то за него это могут сделать близкие родственники. При подаче заявления близкий родственник при посещении структурного подразделения при себе должен иметь документ, подтверждающий личность. Сейчас о погоде на выходные, после мы продолжим выпуск. Субтитры подогнал «Симон» Как лишний вес и малоподвижный образ жизни влияют на развитие сердечно-сосудистых заболеваний? Как снизить избыточную массу тела и поменять подход к питанию? На эти и многие вопросы отвечают медики. Смотрите подробности. Избыточная масса тела – проблема современного общества, которая пагубно отражается на здоровье человека. Проблемой ожирения встревожены не только люди с большой массой тела, но и врачи-эндокринологи, которые напоминают будущим пациентам, что все это частично приводит к диабету второго типа, нарушается углеводный обмен в организме. Правильнее было бы предотвратить избыточное накопление жировой ткани. То есть это правильное питание, без злоупотребления жирами, легко усвояемыми углеводами и хорошая двигательная активность. Но коли уже так случилось, что жировая ткань имеется уже в избыточном количестве, нужно уменьшить калорийность пищевого рациона. Для начала посчитать, сколько килокалорий в день человек кушает. И хотя бы на 500-700 килокалорий уменьшить. Как отмечают специалисты, около 80% людей, страдающих с сахарным диабетом второго типа, отличаются тучностью и полнотой. У пациентов, имеющих лишний вес, сахарный диабет развивается в 7 раз чаще, чем у лиц с нормальной массой тела. Таковы результаты Всемирной организации здравоохранения. Чрезмерная полнота также пагубно влияет на сердечно-сосудистую систему организма. Ожирения связывают с повышенной вероятностью возникновения ишемической болезни сердца, сердечной недостаточностью. Снижение веса на каждые 10 килограмм способствует снижению артериального давления на 7-8 миллиметров тутного столба. Есть группа больных, так называемая гипертоническая болезнь первой степени. То есть, когда еще болезнь не зашла достаточно далеко, и когда ее можно развернуть еще, вспять ее развитие. Первая и главная рекомендация, которую они получают, это двигательный режим и соблюдение определенного режима питания. Увеличение массы тела на 1 килограмм повышает риск развития этих болезней. Налипание холестерина на стенки артерий вызывает образование жировых бляшек, сужающих просвет сосудов. По такому механизму развивается мозговой инсульт и инфаркт миокарда. Точно так же и нарушение липидного обмена атеросклероза – это основа всех заболеваний сердечно-сосудистой системы. Конечно, главным фактором развития атеросклероза является воспаление и так называемая дисфункция эндотелия. Но при этом роль питания все-таки уменьшить нельзя. До 20% нарушений холестеринного обмена связаны с поступлением вредных продуктов питания, которые способствуют развитию тех нарушений в обмене холестерина, которые, в свою очередь, заставляют прогрессировать атеросклероз и ведут часто к необратимым последствиям. Пропаганда малоподвижного образа жизни. Эра цифровых технологий принесла некий комфорт в жизни человека, существенно снизив его физическую активность. Причиной в питании человек не задумывается над ценностью потребляемых продуктов, отдавая предпочтение быстрому утолению голода. Карча Беджиев, Олег Молхожев, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия. Поздравление с 20-летним юбилеем принимает коллектив республиканского детского художественного литературного журнала «Мамета Кей» «Одуванчик», печатающегося на ногайском языке. За эти годы журнал стал любимым изданием не только детей, но и взрослых. Алла Динаева подробнее. Журнал очень любим не только среди детей, но и среди старшего поколения. Журнал читают все ногайцы, проживающие в России. Сейчас, благодаря интернету, читают журнал и за пределами России. И я считаю, что с каждым годом журнал все лучше и лучше становится, как содержание, так его и оформление. И желаю, чтобы много лет он существовал, процветал и радовал нас с каждым своим номером. Такую популярность и, главное, любовь читателя детский журнал «Мамета Кей» имеет сегодня. Издание помогает прививать любовь к родине, природе, узнавать лучшие традиции, обычаи, этнос, народное творчество. А также в журнале публикуются стихи, рисунки, рассказы детей. Этот журнал создавался при поддержке и помощи нашего многоуважаемого Джаневика Юносовича Суенова. Он поддержал, было подготовлено все документы. И на заседании Президиума Народного Собрания парламента было предито постановление. Огромное значение имеет воспитание подрастающего поколения. И имеет большое значение для развития нашей детской культуры. Основателем и первым главным редактором детского журнала «Мамета Кей» был народный поэт Карачева Черкесии Аскерби Суенович Киреев. И когда Аскерби Суенович решил идти на отдых, заслуженный отдых, он подобрал, нашел Найманова Асана. А Аскерби Киреев не ошибся в подборе его. Он, Асан Найманов, продолжает дело, начатое Аскерби Суеновичем. И по сей день журнал является одним из лучших детских журналов. С праздником! Всех поздравляю! И с 2009 года издание возглавляют журналисты и поэта Асан Найманов, который всей душой предан своей работе. У меня в руках первый номер республиканского литературно-художественного журнала для детей «Мамета Кей», который вышел благодаря усилиям народного поэта Карачева Черкесской республики Аскерби Суеновича Киреева. Хотелось бы выразить слова благодарности тем людям, которые стояли у истоков создания первого детского журнала для детей на ногайском языке Карачаево-Черкесской республики. «Мамета Кей» объединяет вокруг себя творческих ребят, победителей Олимпиад. И каждый год проводятся конкурсы, помогающие выявлять талантливых детей. А у команды, создающей журналы, много новых задумок и проектов. Алла Динаева, Светлана Кукова, Расул Бердьев, Вести, Карачева, Черкесия. В Черкесске прошла региональная выставка друзей, на которой были представлены творческие работы учащихся художественных школ города Владикавказа, Нальчика, Черкеска и высокогорного села Ахты Республики Дагестан. Друзья-художники посвятили выставку вековому юбилею двух братских республик – Карачева Черкесии и Кабардино-Балкарии. Фатима Даурова с выставочного павильона. Северный Кавказ в детских рисунках, выполненных в разных техниках. Живопись, графика, акварель, гуашь, декоративно-прикладное искусство. Объединяет работы любовь и тёплое чувство к родному краю каждого участника выставки. В экспозиции представлено более 120 работ юных художников. Работы очень разные. Это работы, которые выполнены и с натуры. Здесь вы увидите прекрасные натюрморты, выполненные в различных техниках. Это композиция. Это работы прикладного искусства. И это взгляд детей на мир, на окружающий мир. Это их впечатления. И мы рады, что прекрасные эти работы экспонировались в разных таких музеях и везде они вызывают интерес. Яркие краски на картинах молодых живописцев на некоторых плавно сменяются монохромными оттенками. Ритм, цвет, свет, фактура удивительным образом заставляют дышать неживое и воздействовать на зрителя. При обладании кавказских мотивов дань особой любви к своей родине. Будь то зеленая луга и сине-белые вершины гор, уютная атмосфера старых улочек Нальчика, добрый взгляд бабушки, образы статных горцев и прекрасных девушек-горянок. Увлекаясь созерцанием прекрасного, в один момент ловишь себя на мысли, что авторы этих работ совсем еще дети. Самое интересное, вот я сейчас только в этом зале, я чувствую, если одним словом сказать, просто любовь к тому месту, в котором ты живешь. Потому что я вижу так много этнических работ. Они современные. Вроде бы у нас у кавказцев более сдержанный колорит, а они яркие. И вы знаете, для нас это, ну может быть традиционное какое-то, немножко такое расхожее слово, но это правда праздник для нас, радость для нас, когда мы встречаемся. Такие совместные выставки проводятся с 2005 года. Участвующие в выставках художественной школы являются на сегодняшний день ведущими в северокавказском регионе. Министр культуры Карачаева-Черкесия Зураба Гербов поблагодарил организаторов и вручил им благодарственные письма от министерства. Я уверен, что деятели культуры, своим особенным взглядом, особенно художники, глядя на нашу республику, глядя на работу друг друга, будут видеть и впитывать что-то очень стимулирующее их для того, чтобы дальше это все выражать в своих работах. И уверен, что, несмотря на то, что художники, участники этой выставки почти все еще молодые, может быть, даже юные, работа очень хорошая. Работы юных живописцев Северного Кавказа будут радовать глаз ценителей искусства весь октябрь. Фатима Даурва-Алибастанов, Вести, Карачаева, Черкесия. На этом субботний выпуск Вестей подошел к концу. Приятных выходных и до встречи.